Добрый день. Сегодня я хотел бы рассказать о кубоиде от компании MF8 или MF8 A2 на 3 на 4. Это параллелепипед и все три измерения разные. Необычно, интересно и не так сложно, как мне раньше казалось. Напомню, что по сравнению с обычным кубиком рубика кубоиды собираются слегка по-другому. Тут не работают обычные пиф-пафы, как на кубике, потому что некоторые грани вращаются только на 180 градусов. Если их поворачивать на 90, то вращение дальше блокируется. На кубоиде 2 на 3 на 4 ограничения еще больше, и поэтому не сразу можно догадаться, как его собирать. Приобрел я его уже давно, у него была такая красивая коробочка, которую я как ни старался не нашел, поэтому показываю только картинку. Но коробочка была именно по размерам головоломки. Цвета здесь достаточно темные, как это было принято много лет назад, но головоломка тогда и придумана. Что по вращению? Все грани могут вращаться на 180 градусов. И вот так. У нас 2 на 3 на 4, кубоид, у которого все измерения разные. Есть старший брат 3 на 4 на 5, он здесь Tom Z, MF-8 в содружестве. Ну 2 на 3 на 4, вроде только логотип MF-8 есть. И в начале у меня появился именно 3 на 4 на 5. Про него будет отдельное видео, я его конечно собрал, но какие-то моменты еще остаются. Экспериментирую, чтобы собирать увереннее. Но когда ко мне попало 3 на 4 на 5, я решил, что начинать надо с чего поменьше. И заказал себе 2 на 3 на 4. Он ко мне тогда приехал. Я его перемешал. Собрал как-то так интуитивно. Думаю, ну и хорошо. Спустя какое-то время попробовал делать это еще раз и не вышло. Так как мне уже не так повезло. Здесь нужно хорошо перемешивать головоломку. И она может собираться либо сложно, либо очень просто, если вам повезет. Помимо базовых вращений, здесь можно делать еще вот так. Чтобы кубоид менял свою форму. Кажется, что становится страшно, но на деле не очень. Вот сейчас я повернул таким образом, и дальше уже вращения заблокированы. Понимаем, что нужно какие-то грани вращать только на 180, а какие-то можно и на 90. Сейчас я верну все вот это на место. К примеру, каким-то таким образом вернул форму. В чем же здесь смысл? В том, что нужно рассматривать кубоид 2х2х3. Вот такой вот. 2х2х3. Игнорируя вот эти вот крайние свои. Сначала собираем его, и позже возвращаемся уже вот к этим элементам. И все изменение формы, которое здесь есть, это именно вращение вот этого кубоида. То есть мы вот так вот поворачиваем, и вот при таких движениях у нас меняется форма. Вот. То есть вот эти двойные элементы сейчас олицетворяют один уголок кубоида 2х2х3. А значит, вначале нужно собрать его, а дальше уже решать остальное. Давайте помешаем чуть получше. Чтобы было повеселее. Здесь такая есть особенность, что можно мешать-мешать, и он раз, и форма собралась обратно. Поэтому особо тут сильно и не замешать. Ну, допустим, как-то так. Что по вращению. Изначально из коробки он локапил очень сильно, и сам по себе кубоид вязкий такой, желеобразный. Несколько сборок сделал, он стал, конечно, получше. И тогда я все-таки добавил смазки, причем добавил именно густой. И, как видите, вращаться стал очень даже хорошо. И вот так случайно крутил, и опять форма вернулась. Ну да ладно. Давайте соберем 2х2х3. Я как раз недавно записал обучающее видео, которое должно было выйти вместо войд-пирамидки. Раз проект кубоид. Но он не успел смонтировать. А эту головоломку я брал с собой недавно в командировку краткосрочную. И по пути крутил, разрабатывал всякие способы. Собираем сначала средний слой. Он может быть вот в таком положении. Так вот, не собирается. Поворачиваем. И собирается. Ну, средний слой, имею в виду, 2 элемента с одной стороны, и 2 элемента с другой. Далее, ну, располагаем оранжевые, либо красные элементы на своих гранях. Прям неважно каких. Можно делать это вот так. Когда здесь что-то будет меняться. А можно вот так. Только повернуть по-другому, конечно же. Причем, где оранжевые, где красные, пока не важно. Так как вот эти элементы имеют только по одной наклейке. Можем вот так вот развернуть. Вот эта грань собрана. Исключаю вот эти стороны. Тут все хорошо. А с этой будем работать. Ну, а сейчас повезло. Давайте какую-нибудь поинтересную ситуацию смоделирую. Ну, к примеру, вот так. То есть, это на кубоиде 2 на 2 на 3 будет примерно такая вот ситуация. Ну, и решается оно каким-то способом. Кстати, вот одна и та же. Два по диагонали и блок. Можем здесь собрать блок и объединить. Ну, если на кубоиде 2 на 2 на 3 нужно прослеживать, что вот этот желто-красно-зеленый угол должен совпадать со средним слоем, то здесь не обязательно. Делаем что-то подобное. Вот так. И объединяем. Причем, если мы хотим сохранить средний слой, можно собирать вот из такого положения. То движение вот это R2 не будет ничего менять на среднем слое. Так как здесь эти элементы все равно мы будем переставлять. Да, особенность еще в том, что если у нас грань вот эта полностью не собрана, то она не вращается. Ну, и чтобы как-то здесь что-то перемещать, нужно грань собирать. Далее переставляем элементы на одной грани. Вот эти явно стоят хорошо. Вот эти нужно поменять местами. Здесь можно использовать стандартный T-Perm. Покажу на этом кубоиде. Ну, кубоидный T-Perm R2 U, 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 R2 U. Ну, там довернуть можно при необходимости. А, ну, тут средний слой ведь неправильно стоит. Можем поменять. здесь же так же как и на 2 на 2 на 3 можно использовать теперь а можно использовать более продвинутые алгоритмы кстати вот эти два элемента стоят правильно эти нужно поменять на другой грани вот эти два неправильно хотя форма вроде бы красивая но зато вот эти два синие зеленые напротив друг друга они правильные вот так если мы расположим сзади этот и этот такое положение то можно сделать ситуацию глаза глаза из сквайра выглядит вот так r2 у штрих r2 у d r2 до штрих r2 ну я в голове себе прокручиваю цифры из сквайра вот для наглядности перевел на язык вращения для кубоида здесь можно то же самое сделать либо два раза теперь с такого положения ты первым делаем они меняются либо какие-то продвинутые алгоритмы которые я все показал своим обучающим видео по 2 на 2 на 3 так же делаем r2 у штрих r2 у d r2 до штрих r2 ну и низ доворачиваем в итоге 2 на 2 на 3 собран смотрим что осталось осталось ну углы собрались сами то скучно не интересно может быть такое что они как-то здесь перемешаны но если вот так вот парами они правильно рядом стоят то это считаю и собирать нечего возьмем берем в такое положение спокойно можем их перемещать гораздо интереснее и эта ситуация больше всего времени от меня потребовала для решения если вот эти уголки не собраны раз моделирую ситуацию пример таким способом заодно и покажу алгоритм который переставляет вот этот уголок сюда этот сюда а этот сюда он нам как раз потребуется для сборки до конца r2 у штрих l2 у r2 у штрих l2 у те кто умеет собирать кубоиды вполне могли узнать обычный три цикла представляющие углы но это не все мы делаем b2 нас вот эта грань собранная ну по форме отличие от этой поэтому ее можно менять мы отсюда угол переставили сюда и заменили его на задний и получается что теперь мы тот же самый алгоритм который делали в начале но делаем в обратную сторону если был r2 у штрих l2 у то теперь мы делаем у штрих l2 у r2 у штрих r2 у l2 и вот у нас углы переставились если вот это вернуть на место здесь был желто-синий оранжевый да вот он стоит отсюда бело-красно-синий перешел сюда отсюда бело-оранжево-зеленый вот сюда ну используя вот этот три цикла мы можем отсюда угол ставить вот сюда и делать это так чтобы либо вот эти вот пары совпадали либо вот эти ну и так можно выйти из любой ситуации при помощи вот этого три цикла теперь чтобы собрать здесь нам нужно бело-зелено-оранжевый угол поставить на бело-зелено-оранжевое место она очевидно вот здесь должно быть белый оранжевый и тут зеленый не обращаем пока внимание на это ребро их можно было конечно как-то ранее просчитать но мы это делать не стали это не всегда эффективно давайте поставим и можно и конечно же этот алгоритм делать зеркально отсюда сюда это тогда сюда если через левую руку потребуется но здесь опять через правую r2 у стрих l2 у r2 у стрих l2 у делаем b2 у стрих l2 у р2 у стрих l2 у р2 естественно я скором времени сниму подробно обучающее видео но выйдет она скорее всего после туториала по 2 на 2 на 4 то есть у меня уже готов туториал 2 на 2 на 3 осталось смонтировать вероятно он будет следующий или через один следующий кубоид 2 на 2 на 4 про него unboxing уже был и вот я посмотрел списке кубоидов по которым нужно сделать обучающее видео перед всеми 3 на 3 и выше был еще 2 на 3 на 4 думаю надо бы с ним заняться ну вот результат вы видите туторию будет вскоре ладно дальше до собираем у нас здесь остались только ребра есть много способов как их на собрать ну покажу некоторые ну для начала было бы неплохо объединить на белые ребра на одной грани можно и без этого ну давайте сделаем так что нам для этого потребуется нужно вот сюда белая и мы можем поменять бесплатно вот эти два так как здесь отсутствует средний слой мы можем делать алгоритм r2o2 3d и вот этим элементы будут меняться но здесь белый не стоит он стоит здесь можем поменять вот эти два тогда у нас развернется вот эта часть ну что по делу давайте поменяем r2o2 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 в итоге у нас зелено-желтые ребра на месте белая зеленая стала напротив своего места вот эти развернулись элемент меняем вот эти два r2o2 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 тут ничего не изменилось так как нет среднего слоя желтые стоят уже хорошо а вот эти нужно тоже развернуть учитывая что у нас здесь уже развернуто если мы развернем вот эти то развернуться и вот эти элементы нам повезло это хорошо делаем r2o2 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 и q будет собран но не всегда все бывает так радужно сейчас покажу пару моментов какие могут встретиться во первых чистая перестановка вот этих ребер решается легко r2o2 ну трижды это самое простое может еще быть вот такая ситуация где нужно переставить только вот эти два ребра а все остальное собрано я для себя уже нашел два способа как это делать можем сделать r2o2 когда у нас развернуться вот эти после чего чтобы развернуть вот эти элементы в условиях отсутствие среднего слоя можно сделать вот такой вот алгоритм ув2 r2 f2 верхний средний слой дважды и отменяем движение которые были до этого сначала f2 потом r2 и ув2 и все это собирается также можно конечно выйти немного другим способом то возможно кому-то эти алгоритмы известны лучше можем сначала при помощи формулы для белого паритета который используем в миксапах в шип-модах каких-то четыре на четыре поменять вот так все вот эти два и вот эти два для этого мы делаем r2 u2 r2 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 и приходим в ситуацию которую некоторые решать умеют это похоже на псевдо паритет из кубоидов 3 на 3 на 5 и выше предыдущего горит у нас получилось из-за того что именно в этом направлении можно делать движение r на 90 градусов подобные штуки на 3 на 4 на 5 далеко не всегда работают здесь важно что есть два четных измерения 2 и 4 а тут два нечетных и все посложнее но и с ним мы тоже справимся естественно но чтобы поменять где вот этих вот точки вот этих центра мы делаем следующее движение r2 f2 r2 средний слой дважды еще раз r2 f2 r2 и средний слой дважды хороший алгоритм узнал его недавно подсказал него подписчик а раньше не использовал в итоге 2 на 3 на 4 оказался не так сложно как мне когда-то казалось и надо уметь собирать 2 на 2 на 3 еще потребуется пара алгоритмов для ребер очень компактная головоломка и удобно брать с собой в дорогу если смазать густой смазкой в центральный механизм это вращается очень даже приятно на скорость я не знаю если смысл собирать наверное нет но как-то я попробую здесь просто ну может сборка быть мгновенной то есть как мы начинали углы сами соберутся и делать нечего либо могут углы хорошо перемешаться я буду еще много раз я собирать чтобы исследовать все возможные положения но сборка углов может затянуться так что тут время сборки понятие такое субъективное это как повезет какой скрам был будет так можно и менее чем за минуту собрать думаю вполне хорошую кубой мне на сегодня было запланировано другое видео по 3 на 3 на 4 почему-то мне захотелось именно в день публикации снять 2 на 3 на 4 и выпустить именно его показалось что это будет интереснее ну а на этом все всем спасибо всем пока